Рекламно-информационная программа 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 Наверное, что-то другое. Ну, тут можно долго-много говорить, да. Программа есть, если можно, скажу. Просто где меня можно увидеть? Ну, на центральных каналах, к сожалению. А вот в интернете у меня очень много. Ну, во-первых, просто набирайте, Валерий Сеомин. А так, у меня каждую среду выходит программа «Гости», которую я веду на «Радио-1», подмосковное радио. В интернете можно слушать? Конечно. Там огромное количество этих программ «Играй баян», программа. И там ко мне приходят гости разные совершенно. Начиная от простых самодеятельных каких-то самородков, которые приезжают специально из других городов. Из Пензы, не знаю, из Нижнего Новгорода, вот недавно были. И заканчивая там звездами. Ну, Ренат Ибрагимов, я считаю, что это звезда. Сергей Трофимов, тоже звезда. Ну, остальные, наверное, считают, я с ними знаком, с другими звездами. Но они считают, что, наверное, первый канал это лучше. Ну, пусть так считают. А насколько много вообще сейчас вот исполнителей именно вот этих песен, да, именно под баян, там, под другие какие-то традиционные инструменты? Много исполнителей, да? Ну, есть, наверное. Востребовано? Не знаю я. Наверное, востребовано. У нас звонки сегодня еще будут, да? Да, звонки будут. Давайте, это же самый кайф вообще, когда люди звонят. Но чуть позже, когда мы озвучим, собственно, номер нашего телефона. Так, расскажите про инструмент, очень эффектный, в руках, прям. Да, он сразу обращает внимание. Сначала инструмент, видно, потом глаз, вот, если честно, да, такой яркий. Инструмент блестит. Ну, это специально, да. У меня их штуки три разных. Три штуки. Один большой, другой поменьше. А это вот самый маленький. Они все называются, и Валерий. Вот, это заказной инструмент фабричной работы, вернее, ручной работы на фабрике Менгощини, это Италия. Это итальянский баян? Да, итальянский, да. Итальянский. Вот же мой, в нашей стране уже не делали баяны. Это причем в городе, где в свое время была гормонная фабрика, и делали прекрасные, готовые баяны. Вот шалка, знаете о том, что именно в Кирове, да? Конечно, да. Рядко было, да, рядко было. А потом в Туле, на самом деле, была раньше шикарная фабрика, сейчас, к сожалению. У моего папы была тульская гармошка. Вот, нет, ну, тульская гармония, слава богу, сейчас, как бы, она функционирует и делает неплохие инструменты, но вся начинка, вся начинка, там, механика, потом кнопки, вот эти корпуса, целуло, это все это итальянское. Все равно, да? Да. Вот так вот. И даже китайцы уже вперед у всех ушли, как обычно, они балалайки делают, гусли делают, гармошки, все. Молодцы. На сцене только вы и баян. Да, на сцене только я и баян. Но самое главное, на сцене вместе со мной зрители. У меня такой хороший проект есть, я надеюсь, я уже осуществляю его, как бы, там, где есть возможность. А возможность это такая, что если, ну, комитет культуры, или как правильно называется, местное, да? Министерство культуры. Управление культурой, например, городской или областной. Если люди понимают, если они считают, что надо как-то развивать народную песню, народную культуру, то у меня такой проект, который называется «Баян собирает друзей» или «Играй баян» он называется. И суть его такая, что вместе со мной на сцене коллективы вот того края, где, ну, как бы, выступают, да? Самодеятельные коллективы, профессиональные коллективы, причем могут быть бабушки там с кокошниками, как обычно, народные хоры. Какие-то, не знаю, гармонисты, танцоры. В общем, получается шикарный такой праздник трехчасовой. А в чем здесь сложность? Неужели кто-то против? Ну, если бы это было... Да, у нас так... Кто-то против? Нет, вы знаете... Нет, ну, приезжает народный артист, да, приезжает народный... Есть возможность сделать отличный концерт, свои коллективы показать, да? Да. Они тоже хотят... К сожалению, у нас не все руководители... Я не знаю, это как-то странно. Странно, да. Я хочу собрать зал, да? Я хочу собрать зал. Я хочу этому залу показать и своих артистов тоже. А самый интересный был случай, просто, ну, это вообще... В Воронежской области, я не хочу город назвать, чтобы потом они не получили там по голове. Женщина одна вот такая, ну, есть такие, знаете, инициаторы, которые готовы гореть вот этим всем делом. Она сделала концерт, пригласила из, ну, близлежащих там городков. Был просто сумасшедший концерт, руководство отметило галочкой, естественно, оно не хотело. Но когда концерт все-таки состоялся, они придумали грамоты, якобы от себя, значит, наградили. А потом директора ДК уволили просто за то, что вот он проявил слишком много инициатив. Инициатива наказуема, к сожалению. Да, как в армии у нас. Вот так у нас бывают моменты такие. Да, еще раз напомним, что Валерий сегодня будет выступать в ОДНТ, начало концерта в 18.30. Организаторы приезда и выступления арт-студия «Моск» и группы компании «Норма». Давайте еще часть композиции, рекомпозицию, потом на рекламу. Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Культ поход. Дарим возможность немножко Валерии передохнуть и озвучим те призы, которые сегодня у нас есть в розыгрыше. Итак, как всегда, билеты в драматический театр «Клинический случай» это завтра, 18 ноября в 17.00.16+. «Обед из трех блюд» тоже в драмтеатре, в 18.00.24 ноября тоже ограничение 16+. Театр на Спасской «Розы и Соловей», премьера, 26 ноября, 11.00. Еще театр «Кукол» есть в Кировске имени Афанасьева, «Кот в сапогах» завтра, 18 ноября. Это «Кинотеатр», «Смена», ну или «Дружба», так сказать, на любой фильм, который вы пожелаете. Дальше самые любимые книжки наши. Да, книги из магазина «Читай город», «Путь к успеху», вот мне очень понравилось, да, «Ютуб», «Путь к успеху», «Как получать фуры лайков и тонны денег», да, это причем пишут люди, которые создали кучу ресурсов с миллионными посещениями. Валерий, вы читали нечто подобное перед тем, как активность в интернете разворачивать? Учились специально этому? Нет, нет. Новый роман, лауреат премии «Русский букер», это Ольга Славникова, «Прыжок в длину». Для всех, кто любит современную литературу, просто, ну, необходимая книга совершенно. И книга «Амулет», «Самарканда», ну, тут все по обложечке можно понять, да? Ага, приключения 12-летнего волшебника, Эджина, много магии, юмора, интриг, приключения 12+. Магазины от, вернее, книги от магазинов «Читай город», еще раз напомню, это Преображенская улица 65, Торговый центр «Театро» и Ленина 103А, Крым. Дальше. Пригласительные в Вязкий палеонтологический музей, пригласительные в Кировский городской зоологический музей, пригласительный на творческий вечер встреча друзей Ярослава Калинина сегодня в 5 часов в отеле «Классик». Там еще и даже с фуршетом. Будет у нас, будет сегодня у нас и спецвопрос от Вязской филармонии, ответив на который, вы сможете побывать на концерте группы «The Beat Love». О, это трибют. Да, это единственный, да, официальный трибют группы «The Beatles», признанный правообладателями, то есть Sony Music Publishing и получивший официальное разрешение на исполнение песен «The Beatles». Вот так вот. 27 ноября в 19.00, соответственно, на филармонию. Мы их так просто поем до вечера, мы, они вот официально могут петь это все. Ну и, конечно, 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 самое главное, приглашение на сегодняшний концерт. Валерия Семина, «Играй баян». Сегодня 18.30, ВОДНТ, организаторы, издательский дом «Норма» и арт-студия «Маска». Ну, вопрос пора задавать. Вопрос может быть музыкальным, мы можем попросить слушателей дозвониться и исполнить. Так, телефон же надо объявить, чтобы... 211-101. 211-101. Ну, в принципе... У нас много постоянных слушателей, которые просто уже в график включают прослушивание нашей программы. Давайте я сейчас объявлю, значит, вопрос. Я вот пока ехал в подзи, подумал, значит, что изображено на гербе города, в котором я родился? Герб города, в котором я родился, что там изображено? Подскажем, какой город или пусть... А зачем? Пусть ищут. Нет, ну так совсем. Мне кажется, взять в интернете, написать... Написать Валерию Семену, да кто быстрее, да все с гаджетами, господи. И описать Гуэрпотова с старинного города. Ну вот поступайте, как я сейчас поступаю. Буквально за 20 секунд я нашел правильный ответ. Изображен там... А ты не подсказывай. Можно я подскажу, что там изображено животное? Ну зачем тогда? Ждем ваших звонков. Между тем Валерий может заполнить музыкальные паузы. Я гармошечку в руки возьму. Знать печаль мою всем ни к чему. А ты, гармошка, послушай, А успокой мою душу. Я покрепче тебя обниму. Что ж там изображено-то на этом гербе? Уже есть звонок. Ура! Алло. Алло, алло. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, отвечаете. Алло. Да, говорите ваш ответ. Валерий Семин родился в Сызрани, а на гербе Сызрани изображен бык. Бык? Все верно. Правильно. Спасибо, Саша. Спасибо. Ну что, сегодня пойдете на концерт, Валерия? Вы знаете, при всем уважении, это немножко не мое. Хотелось бы внуков сводить в кинотеатр. В кинотеатр. В кинотеатр. В кинотеатр. Ну хорошо. Кино-то кино. Раз мы сказали, что можно, значит можно. Не кладите трубочку. Редактор вам не снит. Как получить ваши билеты? Следующий вопрос к Николаю Голикова. Ну да, ну я думаю, что тут у нас с Валерием разногласий не будет. Да, да, да. Потому что он все время пускал альбом такой, Балайк и Нурок, насколько я помню. Да, был. Был такой, да? Конечно. Вот. У меня вопрос такой будет. Сейчас будет прозвучить фрагмент композиции. Я просто тоже спрошу. Она относится уже конкретно к року, причем к очень таким ветеранам этого движения. Девочка, которая поет, сейчас 67 лет. Зовут ее Физик Ватра. Я думаю, это имя довольно-то известно в нашей России. Они создали такую интересную бригаду, с ней еще два ветерана. Один отработал в группе Sweet на гитаре, это Энди Скотт, а второй в группе Slate на барабанах, Дон Пауэлл. И всем около вот этого возраста. Кто-то 46-го года рождения, кто-то 47-го, кто-то 50-го. И вот они выпустили такой очень энергичный альбомчик в этом году. Он мне крайне понравился, я так сказать. Куча энергии почувствовал. Вопрос такой. У всех людей интересная биография из этого трио. Я спрошу про барабанщика. Дело в том, что в 73-м году, в самом расцвете группы Slate, он попал в страшную автомобильную катастрофу. Его подруга вообще погибла, вообще все страшно, все грустно. И при этом он утратил некие человеческие чувства. Он потерял некие человеческие чувства. Вопрос такой. Он после этой аварии остался без чувства вкуса? Он после этой аварии остался без обоняния? Или после этой аварии он остался без памяти? Барабанщик, который до сих пор работает как барабанщик. Без памяти в смысле амнезии? Амнезия, да. Три варианта. Без вкуса, без обоняния и без памяти. Кто угадает, тот получит на следующий приз. Честно признаться, не хотелось бы остаться без того, другого и третьего. Без ничего бы не хотелось, да. Уже есть желающие ответить, как ни странно. Давайте, Валерий, послушаем. Нет, пусть отвечает. Давайте, говорите. Добрый день. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Олег, видимо, к нам присоединился. Да, это Олег. Олег, ну что с Доном Пауэллом случилось? Что ж он потерял? Предположу, что он остался без памяти. Да, кратковременную память у него отшибла. Это было очень сложно ему после этого работать барабанщиком. До сих пор это есть. Но дело в том, что если бы вы ответили без вкуса и без обоняния, мы бы тоже не ошиблись. У него все отшибло вообще. Но он до сих пор жив, пишет мемуары. Зато классно он пишет мемуары. Дело в том, что он память-то потерял. Поэтому всю свою жизнь стал записывать записанную книжку. И у него сейчас мемуары писать. Просто рай. У него куча записанных книжек. Он может издать многотомник. От печки с самого начала. Олег, вы совершенно правы. Что вы хотели получить у нас? Если можно, книжку. Какую? Какую? Вторую. Ольга, зложок в длину. Зложок в длину. Русский букер? Да, да, да. Новый роман. Отлично, отличная книга. Я думаю, вы получите удовольствие. Николай Трубочек вам объясняет, как ее получить. Ну, а я заглянул накануне, заглянул посмотреть, какие, собственно, примечательные даты сегодня выпадают на 17 ноября. Очень много, кстати, всего. Вы знаете, что сегодня день защиты черных котов? Но правда в Италии. Я вот сейчас как раз нашим слушателям предлагаю дозвониться и вспомнить ту самую замечательную песню про черного кота. Валерий. Валерий. Жил, да был, черный кот. Вот, подождите, не будем дать. Сначала дозвониться к нам. Да, и споет вместе с нами. И вместе споет песню про черного кота. 211-101. Звоните. 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 Мы очень любим вместе с вами петь. Все же знают эту компоненцию. Ну, понятно. Ну, вот уже есть желающие. Слава богу, да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так и знал, что эта девушка позвонит. Конечно. Как вас зовут? Надежда. Надежда. Давайте вместе с нами свалили. Жил, да был, черный кот за углом. Поехали. Готовы? Как не ладил, как не ладил, люди с котом. Говорят, не повезет. Если черный кот дорогу перейдет. Надя. А пока наоборот. Только черному коту не везет. Надежда. Надежда. Отлично. Отлично. Все. Вместе вспомнили. Извините. Хором не привыкла к песне. Поэтому взялась. Надежда, только у вас есть право сейчас выбрать приз. Мы такого права не имеем. Ага. Напомните, пожалуйста, про театры. Театры? Да. Завтра в драмтеатре клинический случай. Ага. 24 ноября обед из трех блюд в драмтеатре. Круто вообще. Театр на Спасской 26 ноября премьера «Роза и Соловей», о которой так много сейчас все говорят. Давайте, пожалуйста, на три блюда. Обед из трех блюд. Да. Ну что ж, приятного аппетита. Не кладите трубочку. Вам ваши билеты объяснят, как получилось. Надя, надо было сегодня на концерт приходить ко мне. Это было бы вообще круто. Билеты-то мы разыгрываем, да? Конечно. Можно просто. Ну вот человек выбрал театр. Следующий вопрос, Валерий. Валерий, ваш. У меня вопрос. Он такой многогранный. Но ответ-то один он будет, односложный. Не знаю, нет. Сейчас. В каком фильме художественном был мой дебют как киноактера? А если еще скажете, какую я там песню пел, вообще будет интересно. Угу. Ну что вы? Я подсказываю, это 2000-й год. 2000-й год. Фильм лауреат Каннского фестиваля. И у вас там был дебютский актер. Дебют как актер. Дебютский актер. Актерский дебют. Актерский дебют. Да еще причем как исполнителя, да? То есть ваш герой еще и песни пел. Да, мой герой еще пел песню. Причем герой такой не просто, а обыкновенный человек, а интересный человек. Но об этом есть информация в интернете, так что... Угу. И эта работа, она оставила такие впечатления у вас? Нет, ну слушай, опыт Каннских фестивалей. На красной лестнице вот прям вот даже где-то фотографии. Так вы были в Каннах-то, да? Конечно. Ох-а-а. В фильме снимались, я могу подсказать, Марат Башаров, Маша Миронова, Александр Семчев. Ага. Так что уж подсказок-то уж. О-о-о. Так, по-моему, это уже стал понимать, да? Да-да-да. Ну, сейчас в гаджет нырнет, начал смотреть. Я помню, я этот фильм смотрел неоднократно. Нырните в гаджеты! Приходите сегодня на концерт, я вам все расскажу там на концерте. В ОДНТ. Восемнадцать тридцать. Начало. Будет душевно. Фильм душевный, да, фильм душевный, помню. Не подсказывай, вот звонок у нас уже, все. Есть, ура, кто там? Алло. Здравствуйте. Это Андрей. Андрей Жигалин, да, он же постоянный. Ага. А, Андрей, ну, вы обычно не ошибаетесь. Ну, это замечательный фильм Павла Лонгина «Свадьба». Свадьба, да, это свадьба, да, действительно. А какая роль-то была? Ну, вспомните, пожалуйста, у меня. Ну, я думаю, что баянисты как раз на свадьбе. Нет, нет. Это было бы очень просто, если баянистом был. Ну, хорошо, хотя... Вы не просто баянистом были, я смотрю. Да, я был не просто. А, ты уже нашел. Да. Только уже говори теперь, Андрей всего не знает. Андрюш, ну вот вы приходите сегодня на концерт, если есть желание. Я сегодня, к сожалению, сам выступаю в библиотеке Гермсона, в Большом считательном зале в это время. Да, сегодня, да, вечер литературный. Вот концерт. В общем, да, по поводу Валерия Семина-то, не просто баянист, священник-баянист. Я был... У меня роль батюшки была. Батюшки была, да. Да, и я пел там песню такую. Напилась я пляс, не дойду я до дома. Отлично. Андрей, что выбираете тогда? Куда пойдете тогда в итоге? На Битлз. А дело в том, что мы спецвопросы не задавали еще. Да, на Битлзе был специальный вопрос, да. Пока не Битлз, извините. А, то есть Битлз нельзя, да? Пока нельзя, да. Там был специальный вопрос, специальный ответ, специальная. А может, вы сейчас его зададите? Нет, ну... Нет, ну вы же ответили на этот вопрос. Давайте определяйтесь. Это уже Битлз. Но вы туда не попадете. Нет, да, может, туда попасть. Но на спецвопрос мне еще можно будет ответить, да? Конечно, да. Попробуйте. А Роза Соловей какого числа? 26-го. Во сколько? В 11.00. Ага. Это же сказочный спектакль. Андрей, хорошо, давайте передаем вам нашему редактору и с ним уже определяйтесь, ладно? Хорошо, пойдем. Просто время много занимает. Ну что, теперь зададим спецвопрос, пожалуй. Да, Витя, Николай? Или у вас есть свой вопрос все-таки? Ну хорошо, давайте свой вопрос, а я потом спецвопрос. Хорошо, спецвопрос ты озвучишь. Это немножко, опять же, про Балалайкун-Рок. И попрошу еще фрагмент этой замечательной пластинки, которая меня так вдохновила, где 70-летняя тетенька поет очень энергично рок-н-ролл. Вот, а вопрос будет про второго участника этого трио, про Энди Скотта. Дело в том, что из группы СВИТ он был уволен по одной простой причине. Вот я вам сейчас назову три причины, вы угадаете по какой. Он слишком много пил. Точно, наверное. Он мало пил. Или третий вариант, он вообще не пил. Вот три варианта ответа. И я не думаю, что ответ здесь совершенно очевиден. Да, почему он покинул группу СВИТ? С Россией аналогией можно правильно сказать. То есть он слишком много пил, он мало пил, или он вообще не пил. Вот тот, кто ответит, получит наш третий ответ. Ну, второй и третий ответ, наверное, подозрительный для нашей страны, да, если человек... Ну, мало ли, что он подозрительный. Ну, сказать, желающий ответить. Добрый день. Добрый день. Добрый белый день. Добрый белый день, да. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей. Зачем же Энди Скотта, Оль и СВИТ-то? Почему? Ну, скорее всего, он мало пил. Вариант ответа очень близкий к правде, но не точно. Там было три варианта. Очень много пил, мало пил или совсем не пил? Совсем. Вторую попыточку дадите? Даем, конечно. Дадим, дадим. Совсем не пил. Абсолютно правильно. Представляете, гитарист, который совсем не пьет, весь коллектив этим занимается. Возникает, безусловно, конфликт. Кто-то должен уйти. Вы правильно ответили? Нет, это же хорошо, но он трезвый, он может постоянно за руль садиться, возить. Для них-то как бы удобно, но их, знаешь, было кому возить. Они как-то немножко не так, как наши музыканты сослали на своей машинке. Они по-другому немножко катались. Хорошо, Андрей, что вы выбираете? Театр на Спасской. Театр на Спасской? 26-е число. Хорошо, все, не кладите трубку, это Роза Соловей, премьера. Да, ну и теперь спецвопрос хочу задать, да, от Вятской филармонии. Спецвопрос. И, ответив на него, вы пойдете на концерт группы The Beat Love 27 ноября в 19.00. Это официальный трибют легендарной Ливерпульской четверки. И вопрос такой, где были сшиты костюмы для шоу группы The Beat Love? То есть надо понимать, что они там в образе будут, в образе будут соответственно. Там костюмы-то очень же стильные, слушайте, там работают ребята. Три варианта ответа. В Москве, в Милане, ну или в Ливерпуле. Где они были сшиты? Где сшиты костюмы? Звоните 201 за 101. В Вятских полянах, наверное. В Вятских полянах, нет, Вятских полянах на шляпах специализируется. У нас это город безумных шляпников, там музей шляп, единственный в России. Где были изготовлены костюмы, в которых будут ребята выступать 27 числа у нас здесь? Да и не только у нас здесь, вообще где они выступают. В Москве, в Милане или в Ливерпуле. Ну, давайте мы вот, по примеру, сейчас Андрея, мы вам дадим вторую попытку, если вы ответите с первой неправильно. Звоните, 201 за 101. Ты так уверенно говоришь, будто ты знаешь правильный ответ. На Битлов? Да, я знаю. А ты знаешь, я вот не в курсе. Наш редактор мне подсказал, наш редактор мне подсказал. Мне вот забыл, понимаешь. Редактор подсказал, я знаю. 201 за 101, ну что, неужели никто на Битлов-то не хочет пойти? Нет, они, конечно, все хотят, но они же тоже бросились гаджеты в свои. Ну, я так понимаю, самая известная композиция, да, вот исполнена? Ну, это вообще самая популярная песня 20 века, самая исполненная. А, кстати, Валерий, вы когда-нибудь экспериментировали? Конечно. Именно под баян и там известный рок? Ну, вот я же сейчас играю. Ну, да. Дозвонитесь еще и вместе споем с вами. Дозвонитесь еще и вместе с вами. Приходите сегодня на концерт, я вам Битлов сыграю. Если попросите. Если попросите, да. Итак, алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы три варианта давали. Да, Светлана, мы слушаем вас. Москва, Милан и Ливерпуль. Ага, вот я второй-то не запомнила вариант. Москва, Милан, Ливерпуль. Отвечайте. Ну, давайте Ливерпуль. Ну, почему бы и нет? Они же не в Москве, собственно, организовались-то, и не в Милане. Да, и Битлз как бы из Ливерпуля. Почему бы Битлз-то там от себя костюмчики-то шили, поди? Ну, так вот, все сошлось. Все сошлось. Ливерпульская четверка трибют именно в Ливерпуле для этих артистов и шили костюмы. В общем, вы правильно ответили, Светлана. Ну, да, я филармонию хочу. Вы в нее и пойдете? Ну, так пойдете. Потому что этот вопрос как раз разыгрывался билет на концерт-труб из Битла. 27-е. 27-е ноября, 19.00. Спасибо большое. Вы трубочку-то не кладите, вам объяснят, как получить этот билетик. Хорошо. Да, Валерий Семин, напоминаем, в нашей студии. Последние секунды, последние минуты общения. Еще раз можете пригласить на сегодняшний концерт. Дорогие кировчане, приглашаю всех сегодня в ОДНТ в 18.30 на мой сольный концерт. Обещаю, будет очень красиво, душевно, весело, как на домашнем празднике. Ну, и давайте еще немножко музыки. Говорят, гармонь не в моде, устарела, мол, она. Но живет гармонь в народе, как в былые времена. Молодеет год от года. А как ее нам не любить? Ведь гармонь душа народа. Ну, а душу не любить. Гармонь, любимая, нам силы придает. Она и в радости, в горе нам поможет. Пока в России хоть одна гармонь поет, нас одолеть никто не сможет. Пока в России хоть одна гармонь поет, нас одолеть никто не сможет. Спасибо большое Спасибо Культ поход